Человек даже не знает, что он в реальности одного. Соответственно, он находится в двойственности, он находится в абсолютной вере в то, что существует какая-то автономная реальность, автономные какие-то люди. Человек каким-то образом сюда помещен и вынужден страдать, бороться, выживать, ну, в общем, каким-то образом брести по жизни. Пока человек верит в это, пока у него такая парадигма, то, соответственно, закон парадигмы никто не отменял, то есть по вере вам воздастся, и это будет человеком управлять. Во все смутные времена, сейчас я матрично, конечно, звучу, человек начинает сразу искать точку опоры, да, он пытается найти какую-то опору и, естественно, за пределами себя, то есть вне себя. И когда-то я в одном из подкастов об этом говорила, да, принцип циркуля, то есть человек должен осознавать этот алгоритм. Либо он ось, основная нога, и тогда вокруг него пляшет все остальное, либо он, соответственно, не ось, и осью является внешний мир, и тогда пляшет человек. То есть здесь изменить ход игры никак не получится. Все зависит от того, как человек взаимодействует с самим собой, где он, в какой парадигме застрял. Если он в двойственности, это одни законы, если он в одинности, это совершенно другие законы. Опять-таки просто подумать, что я в одинности, естественно, это не работает. Все, что работает, это вскрывается как раз в самом проекте и на практике в том числе. Итак, человек, обращаясь к внешней силе, будь то экстрасенс, будь то маг, будь то нумеролог, астролог, кто угодно, таролог и так далее, человек, естественно, ищет поддержку. Но он не осознает одного. Он запускает такую вирусную программу, когда он становится подтверждением самому себе того, что в нем нет силы, в нем нет опоры. Потому что как работает вообще этот механизм? Когда человек обращается к кому-то, он вручает себя этому сечению, этой частоте, этой ментальной парадигме, этой ментальной частоте. И получается, что когда человек направляет свое внимание на какого-то там астролога или таролога, то он транслирует туда свою светимость, свою силу, свое доверие, он помещает себя в это. Соответственно, это перетекает, эта сила, эта светимость перетекает вот в этот объект, в эту парадигму, в эту ментальную частоту и убывает у этого человека. И получается посредством внимания, потому что туда течет энергия, куда направлены внимание, человек перемещает свою силу. Там силы становятся больше и в этом человеке силы становятся меньше. Принцип оберега. Взять какой-то камушек, проводить какие-то там с ним различные махинации, читать заклинания, чем-то стучать, шуметь, поливать, дымить и так далее. И человек начинает верить, что этот оберег будет его охранять. Но работает это таким образом, что действительно вера, доверие этому, сила намерения, сила внимания, собственную силу транслирует, внутреннюю светимость транслирует в этот камешек и как бы обестачивает ту силу, которая внутри человека. И что-то случить с этим камушком действительно для человека это будет трагедия, драма, потому что эта сила теперь за пределами него. И когда человек подписывается вот на такую алгоритмику, на такой формат, идя кому-то, он обестачивает себя, он обессиливает себя. Но, увы, человек этого не понимает и не осознает. Более того, еще какой момент. То есть человек не просто сходил разово, да, ну и можно было бы сказать, ну подумаешь, один раз сходил, ну сколько там этой силы ушло. Нет, здесь развивается следующий принцип, принцип зависимости. В следующий раз, когда какая-то ситуация тревожности, неспокойствия, да, какого-то страха или паники, неважно чего, ревности, зависти, ведь по разным вопросам обращаются. Человек снова пойдет туда же. То есть он уже как бы протоптал тропинку раз, и он теперь будет ходить туда всегда. Он уже искать ответов у себя априори не будет. И вот это страшнее всего. И вот это является таким предательством и таким исходом, который очень трудно потом будет преодолеть, перепрошить, каким-то образом перезапустить. Не сотвори себе кумира. И заключается это именно в том, что человек не понимает, что кумир – это не обязательно какой-то знаменитый человек, какой-то автор, которому ты там ходишь, иногда возлагаешь там цветы к монументу. Нет. Не сотвори себе кумира – это может быть любая идея, любой шаблон, любой эталон, да, любая парадигма. И человек, он пропитан этими парадигмами, причем они его тащат в разные стороны. И человек действительно становится таким совершенно беспомощным, в абсолютном замешательстве, на что положиться, как себя чувствовать, как себя вести. Ведь можно даже посмотреть, опять-таки сейчас я матрично буду звучать, различные люди, знаменитые люди, актеры и так далее, они заканчивали очень печально. У них была слава, у них была известность, у них были деньги, и они были глубоко несчастны и одиноки, потому что их дербанило в разные стороны. Вот это вера в какие-то различные эталоны, в какие-то различные концепции, идеологии, которые конфликтуют друг с другом. И задача вообще ментального поля, который навязывает эти идеологии, сделать человек абсолютно зависимым, абсолютно беспомощным, абсолютно управляемым. То есть то, что и называется образ жертвы. Я хочу сказать, что если человек не дойдет до критической отметки, не взбунтуется и не запросит с собой, да что же это такое, а где моя сила, для чего я здесь, как так, какие-то планеты мной управляют, а для чего я тогда помещен, если планеты несут ответственность за то, что со мной будет происходить. Ну пусть тогда абсолют с планеты спрашивает, почему он, собственно говоря, должен спрашивать с меня. А ведь есть интересный такой момент, если сравнить. То есть планеты делают одно, человек делает другое, но страшный суд никто не отменял, ну так, как свидетельствует, например, христианство, да? И получается как-то странно. И страшный суд есть, и ретроградный Меркурий, и Марс есть, и между ними где-то пинг-понгом мечется человек. То есть что-то в этой конструкции не так. Чтобы сейчас не уходить, как говорится, в далекие дали, человек все-таки должен однозначно запросить самим собой, чего я не знаю, чего я не осознаю. И это знание не подразумевает, какую еще книжку мне почитать, а, наконец, спросить самого себя, а в чем моя ответственность по отношению к этому знанию? Не в том, что я запишусь в библиотеку, не в том, что я буду сидеть безвылазно в интернете, а лично моя ответственность, что я знаю, что я чувствую, может быть, действительно попробовать остаться с самим собой наедине, не в том плане, что уйти от кого-то и запереться в комнате, а именно обратиться внутрь, искренне, используя свой собственный голос, и спросить, в чем суть моей жизни, в чем суть моего присутствия, в чем суть этой реальности, выражающей себя посредством меня?